Слава Отцу и Святому и Святому Духу и Неликой Своего веки веков! Аминь! Веков Аминь! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители! 24 июля Святая Православная Церковь празднует память Святой Равнопостольной Великой Княгини Ольги. Великая Княгиня вступила на Древнерусский престол после того, как погиб ее супруг, Великий Князь Киевский Игорь Рюрикович. Правила она 17 лет. У Ольги был сын Великий Князь Святослав Игоревич. Великая Княгиня Ольга стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианскую веру. Интересно, что после ее крещения княжеская дружина и весь народ оставались язычниками. Даже ее сын не был христианином. Как говорит нам повесть временных лет, Княгиня Ольга крестилась в столице Византии, Константинополе. Император вместе с Константинопольским патриархом крестили русскую княгиню лично. И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царицы матери императора Константина Великого. Патриарх напутствовал княгиню словами «Благословенно ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет». После крещения княгиня Ольга прожила еще чуть более 10 лет. Она скончалась в 969 году и была похоронена по христианскому обряду. Внук ее, равнопостольный князь Владимир, перенес ее мощи в знаменитую Десятинную Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Во время его правления ее стали почитать как святую. А в 15 веке она была причислена к лику святых как равнопостольная. 28 июля, дорогие братья и сестры, празднуется память святаго равнопостольного великого князя Владимира и день крещения Руси. Именно равнопостольный князь Владимир во святом крещении Василий стал инициатором крещения Руси, поворотного события в истории нашей страны. В 988 году христианская вера была признана государственной, и князь, до этого язычник, принял активное участие в распространении новой веры среди славян. За это он получил название Владимир Креститель. Святая Церковь прославила князя Владимира в лике святых как равнопостольного. Равнопостольные святые – это те, кто своей жизнью послужили проповеди Евангелия, распространению христианской веры среди людей. Историки считают, что князь Владимир выбрал православное христианство среди нескольких религий. Он пригласил в Киев представителей разных вероучений, мусульман, католиков, иудеев и православных греков. Они рассказали князю о достоинствах своей веры, но князь выбрал православие. Чтобы убедиться, что он не ошибся, он отправил в Константинополь десять мудрых мужей. Их поразил храм Святой Софии в Константинополе, великолепная архитектура, ангельское пение хора, красота богослужения. Князь Владимиру они вернулись со словами «Не знали, где мы находимся, на небе или на земле». Князь Владимир принял окончательное решение креститься. В 988 году он принял святое крещение с именем Василий. По возвращении в Киев крестились его сыновья, потом бояре. Князь Владимир активно начал бороться с язычеством. Он издал указ, чтобы все граждане явились в Киев, на берег Днепра, для принятия крещения. Это событие стало первым в череде массовых крещений на Руси. Принятие новой единой веры стало серьезным толчком к объединению русских земель. Праздник в честь одной из главных век в истории Руси. Принятие христианства как государственной религии в 988 году был учрежден сравнительно недавно. 1 июня 2010 года. Поздравляю всех, дорогие братья и сестры, с приближающимися днями памяти Свято-Равноапостольной Великой Княгини Ольги и Святаго-Равноапостольного Великого Князя Владимира. Желаю всем помощи Божией. Храни вас всех Господь. Спаси Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Тупы. Слава Отцу и Сыну и Святого Князя Владимира.